Жизнь пророка Мухаммада – прикладная модель правильного ислама. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге. Посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, верит в приход Судного Дня и поминает Аллаха многократно. Сурасуми, аят 21. Я свидетельствую, что не божество кроме одного единиственного Аллаха, у которого нится товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад – его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного Дня. А затем, Аллах слава ему и величия отправил своего посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в качестве вожатого на праведном пути, благовестителя, увещателя, зовущего к Аллаху с дозволения его и освящающего светильника. Он отправил его с окончательным и универсальным посланием, которое является реформирующим и актуальным для любого времени и места. Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, должен был в своих словах, делах и всех условиях быть прикладной моделью правильного ислама. В этом нет ничего удивительного, так как пророк, мир ему и благословение Аллаха, был скрупулезно привержен священному Корану в отношениях к Аллаху и всем людям, независимо от их расы, цвета кожи и убеждения. Вот почему мать правоверных Айши, да будет довольнее Аллах, в ответ на вопрос о нраве пророка Мухаммада, сказалось пределной выразительностью, нравом его был Коран. Кто пристанно рассматривает биографию пророка Мухаммада, тот обнаруживает, что мир ему и благословение Аллаха был лучшим примером и образцом во всех ситуациях, словах и действиях. К этому относятся правдивость и честность. Ввиду, да благословит его Аллах и приветствует, был правдивым и честным на протяжении всей своей жизни, до такой степени, что он был прозван среди меканцев до своей миссии правдивым, честным. В этом контексте египетский поэт Ахмед Чаукэ говорит, в детстве назван честнейшим, а честного вальжи не обвинит. Однажды правитель Византии, Иракли, вызвал Абу-Суфиана бн-Харба добыт Абу-Суфиана бн-Харба, который еще не принял ислам, чтобы расспросить его о посланнике Аллаха, мир ему и благословение. Во время длинной беседы, Иракли задался Абу-Суфиану бн-Харбу вопросами, из числа которых цитируем следующее. Приходилось ли вам обвинять его вальжи до того, как он заявил о пророчестве? — Нет, — ответил Абу-Суфиан. Иракли снова спросил, не свойственно ли ему вероломство? Ответил Суфиан, — Нет, но у нас с ним сейчас перемирие, и мы не знаем, что он будет делать. И больше Абу-Суфиан ничего не смог добавить к сказанному. Честность была весьма ясна и классно олицетворена нравом пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в ночь благословенного переселения из Мекки в Медину. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал Али ибнаби Талибу, да будет доволен им Аллах, спать в его постели и ждать в Мекке, чтобы раздавать оставленное на хранение у пророка имущество людей. Он вел себя таким образом, несмотря на враждебность и злопихательство мекканцев, которые прогнали его из подвижников, да будет доволен им всеми Аллах, и лишили их всего, что имели в собственности. Это потому, что верующему запрещено предавать даже своих врагов. Всевышний Аллах говорит, А если ты опасаешься измены со стороны людей, то отброс договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину, Аллах не любит изменников. Сура добыча, аят 58. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже изрек, «Возвращай веренной тебе на хранение имущества тому, кто доверил его тебе, и не предавай того, кто предал твое доверие». Верность пророка Мухаммада, мир ему, благослови не Аллаха. Он был самым верным. Он никогда не был неблагодарен кому-нибудь, а вознаграждал каждого, кто оказывал ему услуги. Как-то раз пророк Мухаммад, мир ему, благослови не Аллаха, обратился к людям и сказал такие слова, «Никто не сделал нам какое-либо добро, не получив вознаграждения на это, за это, кроме Абу Бакра. Он сделал такое добро, за которое его воздаст ему Аллах в судний день». К признакам верности пророка Мухаммада, мир ему, благослови не Аллаха, относится проявление своей любви и признательности по отношению к матери правоверных Хадидже, да будет довольнее Аллах, при ее жизни и после ее смерти. Объясняя ее статус, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Аллах не заменили ее лучшей, чем она. Она уверовала в меня, когда люди отвергли меня. Она поверила мне, когда люди сочли меня лжецом. Она поддержала меня своим богатством, когда люди отказали мне. Могучий и великий Аллах подарил мне от нее ребенка мужеского пола, лишив меня такого от других жен». Сообщается, что Айша, да будет довольнее Аллах, сказала, «Никому изъем пророка, да благословит его Аллах и приветствует, я не ревновала его столь же сильно, как Хадидже, да будет довольнее Аллах, которую я никогда в жизни не видела». Однако он часто вспоминал о ней, и нередко бывало так, что он резал овцу, разрубал ее на части, а потом посылал мясо подругам Хадидже. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, был верным даже не мусульманам. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о язычниках, захваченных в плен во время сражения при Бадре, «Если бы Алмут Амибнадий был жив и заступился за этих смердящих, я отпустил бы их ради него». Причем Алмут Амибнадий предоставил пророку убежище, когда он, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся из Таифа. Верность пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по отношению к его врагам. Распространяется на времена войны. Передается, что Хузейфа ибн Ильяман сказал, «Мне помешало принять участие в битве при Бадре только одно, когда я вместе со своим отцом отправился в Медину. Неверный куражит схватили нас и стали говорить, поистине вы хотите присоединиться к Мухаммаду. Мы сказали, мы не хотим присоединиться к нему, а хотим только вернуться в Медину. И они заставили нас поклясться Аллахом, что мы уедем в Медину, но не будем сражаться вместе с ним. Когда же мы явились к посланнику Аллаха и обо всем рассказали ему, он сказал, поезжайте в Медину, мы выполним данное им обещание и будем просить у Аллаха помощи в борьбе против них». Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, был уникальной моделью и хорошим примером в отношениях со своими женами. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, прожил со своими женами хорошую жизнь, в которой проявились все признаки любви, сочувствия, скромности и мягкости. Он никогда не обращался к ним высокомерно, а обходился с ними вежливо и благопристойно, учитывая слова Всевышнего Аллаха, «Ва аши руху на бельмаруф, живите с ними достойно». Сура женщины, аят 19. «Ва мин аяти хи анхалак лакум мин анфусикум азвача, литаскуну илайха, ва ёжаал байна кум ма вода та ва рахма, инна фи ذалик ла аят ля кавмия тафакарун. Среди его знамени, то, что он сатварил из вас самих, жиун для вас, штоб ви нахадили в них успокаиня, и установили между вами любовь и милосердие, воистину, в этом знамение для людей размышляющих». Сура Руми, аят 21. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, был сострадатен не мужем, который нежно относился к своим женам. В прекрасной человечной ситуации любящего мужа, посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует своими благородными руками, вытирать слезы у своей жены Софии, и успокаивать ее. Со слов Анна Сабни Малика, «Да будет доволен им Аллах», передается, «Однажды жена пророка, мир ему благословение Аллаха, София, да будет доволен ей Аллах, во время дороги заплакала, потому что, как она говорила, он посадил ее на медленного верблюда». Так что, умеримое благословение Аллаха стал вытирать ее слезы и утищать ее. Посланник Аллаха да благословит его Аллах приветствует, был хорошим примером в отношениях со своими детьми и внуками. Какой же великий и милосердный отец и дедушка! Он оказал своим детям и внукам полноценные качества любви, сострадания и милосердия. Сообщается, что мать правоверных Айша, да будет доволен ей Аллах, сказала, «Я никого не видела более похожим на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, внешностью, в образе жизни, в достойностях и в речи, чем Фатима». Когда она приходила к нему, он вставал ей навстречу, брал ее за руку, целовал ее и усаживал на свое место. Абу Хура и Рада будет доволен им Аллах, сообщает, что однажды, когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, поцеловал Аль-Хасана ибн Али, в присутствии Аль-Акра ибн Хаби саттамимия, Аль-Акра сказал, «Поистине у меня есть и десять сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посмотрел на него и сказал, «Не буди помилован тот, кто сам не проявляет милосердия, к другим». Сообщается, что в один день, когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, молился, к нему подошли Аль-Хасан и Аль-Хусейн, которые забрались к нему на спину, в то время, когда он совершал земной поклон, после чего пророк, мир ему и благословение Аллаха, долго не разгибался, не желая торопить их спуститься вниз. И это продолжалось до тех пор, пока они сами не слезли с его спины. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, закончил молиться, люди сказали, «А посланник Аллаха, во время молитвы ты долгое время был в земном поклоне, пока мы не подумали, что случилось что-то или что ты получаешь откровение». Подвид им, мол, он сказал, «Ничего не случилось. Мой сын оседлал меня, и я не хотел торопить его». Тем не менее, мы утверждаем, что такое отношение пророка не ограничивалось его детьми и внуками. Это было скорее методом, который он, мир ему и благословение Аллах, применил по отношению ко всем без включения. По словам Усэма ибнезайда, пусть Аллах будет доволен им и его отцом, пророк, мир ему и благословение Аллаха, взял его и Алхасана и сказал, «О Аллах, я люблю их, и ты полюби их». А также Анас ибнезайда, будет доволен им Аллах, передал, «Я прислуживал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в течение 10 лет». И он ни разу не сказал мне, «Уф!» И ни разу не сказал мне, из-за чего-то, что я сделал, почему ты так сделал. И он ни разу не сказал, из-за чего-то, чего я не сделал, почему ты так сделал. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был примером, достойным подражания в отношениях с подвижником, да будет доволен ими всеми Аллах. Он делился с ними моментами радости и грусти, спрашивал об отсутствующих, навещал об них, присматривал за их делами и учитывал их чувства во всех вопросах повседневной жизни. Передаются слов Симака ибн Харба, да будет доволен ими Аллах, что он слышал, как Джабер ибн Самура, да будет доволен ими Аллах, сказал, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не вставал с места, где совершал утреннюю молитву до восхода солнца, читая в это время зикры, дуа и тому подобное, и только после восхода солнца он поднимался. С подвижники же в это время вспоминали до исламских времена, смеялись, а Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, улибо Алса. Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Вала Аллаху Господу миров, мир и благословения, печатай всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. Мои братья в исламе, человечность и нравственность посланника Аллаха, мир и благословения, представляют собой прикладную модель правильного ислама. Он, да благословит его Аллах и приветствует, также показал лучший пример умеренности и уравновешенности. Размышляя над положениями исламского шариата, которым призвал Пророк, мир и благословения Аллаха, человек ясно обнаруживает умеренный метод во всех его аспектах. Передается отдающий, да будет довольнее Аллах, когда бы не предоставлялся посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выбор одного из двух дел, он неизменен. Он выбирал более легкое из них, если только оно не влиялось греховным, и если было в нем нечто греховное, то он держался от него дальше, чем кто-либо из людей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, изрек, поистине, религия эта легка, но если кто-нибудь, начиная бороться с ней, она неизменно побеждает его. Так придерживайтесь же правильного и приближайтесь, и радуйтесь, и обращайтесь к Аллаху за помощью утром, вечером и некоторое время ночью. Чтобы поддерживать эту умеренность и уравновешенность, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предупреждает о всяком проявлении фанатизма, особенно религиозного фанатизма. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отрицает крайний экстремизм в богослужениях и религиозных обрядах, что может вывести человека из пределов умеренности. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, а люди, остерегайтесь чрезмерности в религии. Воистину, ваших предшественников погубила чрезмерность в религии. Как же нам нужно идти по стопам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и следовать его наставлениям? Как же нам нужно подражать ему при распространении ясного и яркого послания света и руководства, такого, как им было неспосланно всемогущим Аллахом всем людям? Как же нам нужно при этом придерживаться мягкости, терпимости, милосердия и сплетения сердец? В послании ислама есть полноценная справедливость, милость и терпимость, а также иметь целью принести благо всем людям. О Аллах, даруй нам любовь к Тебе и Твоему посланнику, а также любовь ко всему, что приближает нас к любви к Тебе. О Аллах, распространи спокойствие, мир и безопасность в Египте и всех странах.